Итак, смотрите, ребята, вот на прошлой лекции мы рассмотрели параболическое уравнение, так? Вот на этой лекции мы будем рассмотреть то же самое параболическое уравнение, но дело всё в том, что раньше у нас начальная функция была из какого пространца? W01P от омега, так? И это существенно нам помогло, потому что из этого свойства, из того, что у нас галёркинские приближения должны были сильно сходиться к W01P, у нас появился второй набор априорных оценок, помимо первого. Для первого набора априорных оценок необходимость требовать, чтобы начальная функция была из W01P, нет никакой. А там достаточно, чтобы из L2. А вот для вывода второй группы априорных оценок уже существенно было, что начальная функция из W01P. Так вот, на этой лекции мы рассмотрим снова ту же самую задачу, но только начальную функцию мы возьмём из L2 от омега. Итак, в классической постановке задача имеет следующий вид. ДУПДТ равняется ПЛАПЛОСИАНУ плюс F от XT. Значит, XT принадлежит цилиндру, цилиндрической области. Так, значит, на границе этого цилиндра, на боковой границе этого цилиндра 0. И задана начальная функция. И на нижней крышке, граничное условие на нижней крышке. Вот такая вот задача. Мы, соответственно, сопоставляем этой задачей следующую, ну, дадим определение слабого решения этой задачи. Но она определяется вот как. Интеграл от 0 до t, скобки двойственности. Сейчас я расскажу, что это такое. Давайте напишем L от U, W, dt, равняется интеграл от 0 до t, F, W, dt. Где? Значит, условие на функцию правой части, F. Вот мы F от T берём из Lp' 0t, W минус 1p' от омега. А вот эти скобки двойственности, это как раз скобки двойственности между W 0,1p' от омега и W минус 1p' от омега. Это скобки двойственности. F мы берём вот отсюда. Ну, действительно, если мы F берём отсюда, правая часть вполне определена. Теперь осталось сказать, что вот это равенство должно быть выполнено для всех W от T, принадлежащих Lp' 0t' со значениями W 0,1p' от омега. Вот должно быть выполнено такое условие. А U 0 от X, давайте это мы подчеркнём, мы берём из L2 от омега. Тем самым у нас нет никакой возможности вывести вторую группу априорных оценок. У нас будет только первая группа априорных оценок в дальнейшем. Вот как понимается. Ну, напоминаю, что W минус 1p' от омега, это что такое есть? Ну, это сопряжённое к банаховому пространству вот этому. То есть это пространство линейных непрерывных функционалов на банаховом пространстве W 0,1p' от омега. Так, ну вот так вот. Ну, а теперь давайте дальше. Давайте сопоставим наши вот этой вот задачи, соответствующую задачу о галёркинских приближениях. Давайте сопоставим. Следующую задачу. Ну, я вынужден стереть, можно стереть вот это всё? Стираю. Ну, давайте посмотрим насчёт галёркинских приближений. Так, сопоставляем вот таким вот образом, ребят. У, М, штрих, W, житая, 2. Вот это скобки вот эти вот. Это скалярное произведение в L2 от омега. Я так обозначаю. Так. Дальше. Плюс угловые скобки А от ом, W, житая, равняется F, W, житая. Так. Ж меняется от единицы до m. Что я здесь ввёл оператор? А. Оператор А от В. Это и есть просто минус Плоплосиан В. Что такое W, житая? W, житая, это тот самый галёркинский базис, который у нас был, уже введён на прошлой лекции. Галёркинский базис. Ну, это значит базис. И значит, любой элемент из W, 0,1, P от омега можно приблизить, сколько угодно, точно, линейными комбинациями вот этого вот базиса. Конечными линейными комбинациями. Опять, без ограничений общего, мы можем всегда вот этот базис выбрать ортонормированным. Ну, то есть потребует, чтобы было выполнено вот такое вот условие ортогональности. Ортонормированности, точнее. Дельта с ЖКТ. Так, а что такое УМ? УМ — это вот такая вот сумма. Вот такая вот сумма. Ну, что делаем? Подставляем. Вот у нас галёркинские приближения. Что это такое получилось? Это получилась система обыкновенных дифференциальных уравнений. Чем её нужно добавить, эту систему? Что нужно добавить к этой системе обыкновенных дифференциальных уравнений? Начальные условия. Начальные условия выбираются следующим образом, чтобы у нас УМ от нуля стремилось к У нулевой от Х сильно в Л2 от омега. А раньше, на прошлой лекции, мы требовали, что? Чтобы вот это было сильно, но только в W нулевой один П от омега. А сейчас мы требуем сильную сходимость в более широком пространстве. В более широком пространстве. Так, ну это накладывает условия на коэффициенты ЦМКТ. Ну, это означает, что у нас ЦМКТ в нуле, равняется каким-то числам альфа МКТ, таким, что сумма по К от единицы до М альфа МКТ W КТ от Х сходилась к У нулевой от Х сильно в Л2 от омега. Ну вот, соответственно, добавляем сюда ещё начальные условия. ЦМКТ в нуле, ну равняется каким-то альфа МКТ. Всё, мы нашу систему обыкновенных дифференциальных уравнений дополненными начальными условиями. Ну, стало быть, можно изучать вопросы о существовании единственного решения этой системы галюркинских приближений. Ну, раз начальные условия есть, значит, и единственность. В принципе, может быть доказано. Так, ну тогда я кое-что сотру, ребят. Переписывайте, я сейчас кое-что сотру. Можно стереть? Стираю. Ну, подставляем вот сюда наши галюркинские приближения. И получаем следующую систему обыкновенных дифференциальных уравнений. Следующего вида. Вот такого вот. Ну, в силу ортогональности у нас отсюда остаётся ДЦМ житое по ДТ будет равняться Ф житое от ТЦМ, которое по определению есть вот что такое. Ф, В, житое, что зависит только от времени, минус А от У, М, В, житое, что зависит только от ЦМ. Ну и, соответственно, начальные условия. ЦМ в нуле, ЦМ житое в нуле, равняется Альфа М в житое. Так, на прошлой лекции мы уже обсуждали. У нас функция Ф житое та же самая, что была на прошлой лекции. И мы доказали, ну, вернее, сформулировали следующий результат для этой системы уравнения. Оказывается, что для любого набора Альфа М житое, вот теорема вспомогательная, о разрешимости галюркинской системы уравнений для любого вектора Альфа М, Альфа М1 и так далее, Альфа М, М, принадлежащий РМ, найдется такое ТМ, зависящее от Альфа М больше нуля, что для всех Т больших, меняющихся от нуля до ТМ, от нуля до ТМ, существует единственное решение вот этой вот системы уравнений СМ от Т, принадлежащий классу С от 1, 0, Т, умножить, соответственно, М раз, потому что это вектор. Причем либо ТМ равняется плюс бесконечности, либо ТМ меньше плюс бесконечности. И в последнем случае предел при Т, стремящемся к ТМ, СМ от Т равняется плюс бесконечности. Вот такой вот результат имеет место. Да, значит, для любого вектора Альфа М из РМ, так, вот я в виде строчки написал, найдется такой момент времени ТМ, зависящий от Альфа М больше нуля, что для любого момента времени Т, меняющегося от нуля до ТМ, существует единственное решение нашей галеркинской системы, класса С1 на отрезке 0Т, причем либо ТМ равняется плюс бесконечности, либо ТМ меньше плюс бесконечности. И в последнем случае решение разрушается за конечное время. Решение разрушается за конечное время. Вот. Вот что мы можем сказать. Поэтому наша задача в дальнейшем вывести априорные оценки, ну точно так же, как мы это делали на прошлой лекции, мы сейчас выведем первую группу априорных оценок, из которой как раз будет следовать, что на самом-то деле вот это решение, вот эта система обыкновенных дифференциальных уравнений существует на отрезке 0Т, где Т — это тот самый момент времени, входящий в определение функции F. А я напомню, F от Т мы взяли из Lp' 0Т со значениями W минус 1p' от омега. Так вот, это тот самый момент времени, на котором решение этой системы уравнений будет существовать. На отрезке даже. Понятно, ребят? Вот. Ну давайте выводить следующий шаг. Ну этот шаг можно назвать шаг, значит, галеркинские приближения. Следующий шаг, ну соответственно, естественно назвать априорные оценки. Априорные оценки. Ну я всё стираю с доски. Всё стираю с доски. Хорошо, ребят? Можно? Стираю. Только оставляю нашу вот эту систему галеркинских приближений. Вот наша система галеркинских приближений. Что делаем с ней? Нам нужно вывести, собственно говоря, ту же самую первую группу оценок, которая выводилась на прошлой лекции. Что с этой целью делаем? Умножаем на СМЖ и обе части и суммируем по Ж от 1 до М. В силу линейности скалярного произведения и скобок двойственности мы получаем следующее равенство. Смотрите, ребят. УМ' запятая УМ в Л2 плюс А от УМ УМ равняется ФУМ. Так, ну теперь сверху можно записать оценку для правой части, вот для этой. Следующим образом. Норма F. Ну это по определению звездочной нормы. Это у нас берется из W01P норма. Вот так вот. Так, ну а дальше неравенством Юнга трехпараметрическим. Меньше ли равняется? Эпсилон норма в ЛП в степени П плюс С1 от эпсилон на норму F со звездочкой в степени П штрих. Трехпараметрическим неравенством Юнга. Ну даже можно выписать, чему равняется вот этот коэффициент. С1 от эпсилон будет равняться единице на П штрих, единице на эпсилон П в степени П штрих делить на П. Эпсилон у нас больше нуля. Ну мы можем взять эпсилон, равным 1,2. Переносим теперь. Теперь нет, рано еще переносить. Вот с этим слагаем давайте разберемся. Что такое А от УМ на УМ? По определению А это и есть минус Плоплассиан УМ. Ну вот перебрасывая деревян дивергенцию с Плоплассиан, она понимается в смысле функционалов, мы получим вот такое вот равенство ДХУМ ЛП в степени П. И стало быть, у нас получается следующее неравенство. Вот это я сотру вверху. И у нас получается вот такое неравенство. Ну вот это можно тоже переписать, поскольку у нас коэффициенты нашего УМ, коэффициенты ЦМК, то у нас из Ц1, правильно? На отрезке 0Т. Ну, значит, можно вот это записать как 1,2. Д по ДТ, норма УМ в Л2 в квадрате. Так, это записываем вот таким образом. Плюс норма ДХУМ ЛП в степени П. Меньше или равняется Эпсилон на такую же норму. Плюс Ц1 от Эпсилона, норма Ф со звездочкой в степени П штрих. Эпсилон возьмем равную 1,2 для удобства. Ну, тогда отсюда получается вот такое вот выражение неравенства. Норма УМ Л2 в квадрате плюс норма, ну, напишем, Эпсилон равняется 1,2. ДХУМ ЛП в степени П. Меньше или равняется 2Ц1 от Эпсилон, норма Ф со звездочкой П штрих. Понятно, как получилось, ребят? Ну, я просто Эпсилон положил равную 1,2. Сюда перебросил, здесь 1,2 и 1,2 туда перебросил. Так, теперь дальше. Ну, давайте интегрировать по времени обе части вот этого неравенства. По времени. Давайте проинтегрируем. Получим вот что. Ну, давайте проинтегрируем. Получим вот что. Норма УМ Л2 в квадрате от Т плюс интеграл от нуля до Т, ну, давайте напишем ДС, ДХУМ ЛП в степени П меньше или равняется 2Ц1 от Эпсилон на интеграл от нуля до Т, норма Ф со звездочкой П штрих ДС. Ну, у нас вот эта функция Ф интегрирована, давайте напишем, Ф у нас-то, СЛП штрих 0Т с назначениями в W минус 1П штрих от Омега, поэтому реально мы можем даже сверху оценить этот интеграл, как 2Ц1 Эпсилон на интеграл от нуля до Т, норма Ф со звездочкой П штрих ДТ. И вот у нас появилось, смотрите, какие две априорные оценки, даже, вернее, три. Первая, смотрите, значит, норма УМ Л2 в квадрате, Т меньше или равняется, ну, давайте обозначим вот эту штуку, ну, через А1 от Т большого. Так, тогда это будет меньше или равняется А1 от Т. Раз. Второе. Ну, здесь тоже можем Т в силу этой неравенства заменить на Т большое. И у нас получится вот такая априорная оценка. Интеграл от нуля до Т, ДС, ДТ напишем, ДХУМЛП в степени П ДТ, меньше или равняется А1 от Т. Так, да, ребят, посмотрите. Так, третье. Третье. Сейчас вот давайте переписывайте, чтобы я вам не мешал. Третье вот какое. Ну, вот здесь ведь мы можем тоже положить Т маленькое, равное Т большому. Правильно? И получим вот такую априорную оценку. У М от Т большого, Л2 в квадрате, меньше или равняется А1 от Т. И четвертое. Смотрите, ребят, и еще одна маленькая вещь. Для того, чтобы получить 4, я вынужден стереть вот то, что выше вот этой вот. Можно стереть, да? То, что выше. Стираем. А здесь вот что, смотрите, ребят. Смотрите. Помните, я доказал на прошлой лекции следующее, значит, равенство П-лаплассиан, действующий на УМ, равняется ДХУМ ЛП в степени П-1. Помните, доказывал я это равенство? Помните. Так, теперь возвожу обе части в П-штрих, степень П-штрих, П делить на П-1. Получаю тогда вот что такое. Дельта ПУМ со звездочкой в степени П-штрих равняется вот чему степени П. Так, теперь интегрирую обе части по времени от нуля до Т большого. Ну, вот для этого у меня выполнена априорная оценка 2. Видите? То есть я могу заменить А1АТ сверху оценку. И вот у меня четвертая априорная оценка, которая нам понадобится. Интеграл от нуля до Т. ДТ. Лаплотиан ПУМ со звездочкой по штрих. Только давайте ДТ вот. И тут ДТ у меня тоже. Давайте вот тут ДТ напишу. Тоже меньше ли равняется А1АТ. Вот получилось 4 априорные оценки. Ну, эти же самые, ребята, априорные оценки у нас получались и раньше, когда мы рассматривали с другим начальным условием. Не из L2, а из W01P. Что нам эти априорные оценки дают? Прежде всего, давайте рассмотрим первую априорную оценку. Вот эту вот. А нам нам даст тот самый результат о том, что решение галеркинской системы уравнений существует на отрезке от нуля до Т большого, где Т большое — это то самое Т, которое входит в определение функции f от Т в правой части. Давайте сейчас мы этим сделаем. Можно стереть то, что выше? Вот сюда. Можно то, что выше? Стираем. Смотрим, что такое вот у нас норма УМ2 в квадрате. Норма УМ L2 в квадрате от Т. Это и есть вот что такое. Сумма по К от 1 до М, сумма по Ж от 1 до М, СМКТ от Т, СМЖТ от Т, на интеграл по омега, ВЖТ от Х на ВКТ от ХДХ. Но вот это у нас равняется дельта КЖТ. Поэтому продолжаем. Получаем отсюда просто сумму по К от 1 до М, СМКТ от Т в квадрате. Это и есть СМ от Т в квадрате. И мы получаем оценку, что вот это меньше или равняется А1 от Т. для всех Т, меняющихся от 0 до Т большого. Т большое, то самое Т, которое входит в определение функции Ф. значит, при Т стремящихся от Т большого обращается эта бесконечность. Может обратиться эта бесконечность? Нет. Значит, мы находимся в той ситуации, что у нас СМ от Т существует на отрезке от 0 до Т большого, где то это Т большое, это то самое из определения Ф. Вот и всё, что нам дала наша априорная оценка номер 1. Вот это. Это нам очень полезная информация. Так, получили. Тем самым у нас все галёркинские приближения, вне зависимости от натурального числа М, существуют на одном и том же отрезке от 0 до Т большого. Понятно, ребят? Вот. Ну что, я вынужден стереть вот то, что выше находится, ребят. Можно? Выше вот этого. Можно? Стираю. А вот то, что ниже находится априорной оценки, ну сейчас мы ими воспользуемся просто. Вот. Так, ну вот теперь давайте смотреть. Так, из этих априорных оценок вытекает, ну помните, критерий слабой и звёздочно-слабой исходимости были у нас, мы уже пользовались. Вот из этого первой априорной оценки вытекает существование такого У от Т, что У М. Ну, откуда это следует, ребят? Давайте вот ещё раз посмотрим на эту априорную оценку. Выписываю её. Так, ну я здесь могу же написать супремум от Т от нуля до Т большого? Могу? Могу. Потому что правая часть от Т маленького не зависит. Значит, супремум существует. Так. А как вы помните, помните, супремум можно заменить в данном случае существенным супремумом. Он тоже совпадает с этим супремумом, поскольку вот эта функция непрерывная. А запишем вот как. Можем так записать. А вот это, ребят, вот это, существенный супремум, это и есть норма пространства вот такого L-бесконечность 0Т со значениями в L2 от омега. И у нас получается, что вот эта последовательность по норме вот этого пространства ограничена числом, не зависящим от M. Значит, по критерию звёздочной слабой сходимости прошлый семестр, по критерию звёздочной слабой сходимости мы имеем, что первое, последовательность OM содержит такую подпоследовательность, которую будем тоже обозначать через OM, который звёздочно слабо сходится к некоторой функции U звёздочно слабо в L-бесконечность 0Т со значением в L2 от омега. Есть такое дело. Ну давайте дальше, ребят. Так, вторая априорная оценка, вот эта вот. Ну вот этой можно стереть то, что выше находится? Стираю. Теперь посмотрим, что это у нас означает. Это у нас означает, ну вот это в степени единицы на P, если взять, да? Ну и здесь, соответственно, единица на P. То вот то, что образовалось, это норма банных пространства такого. И мы получили, что наша последовательность по норме вот этого банных пространства ограничена числом, независимым от M. Вот это пространство при P, а мы рассматриваем, ребят, забыл сказать, случай P больше 2. Вот это пространство является рефлексивным. То есть оно совпадает с дважды сопряженным. А это означает, опять, по критерию уже слабой сходимости, что у нас найдется такая подпоследовательность, которую мы снова обозначим через U, которая слабо сходится к некоторому другому. Да? Но можно доказать, что к тому же самому. U слабо в Lp0t со значениями W01p от омега. Это второе. Третье. Вот это априорная оценка. Но здесь у нас записано просто, можно извлечь квадрат, записать так. Вот это что такое? Это просто норма в L2. Правильно? И у нас получилось, что вот наша последовательность Um от T равномерно по норме в L2 ограничена. L2 — рефлексивное банахово пространство. Поэтому существует опять-таки подпоследовательность такая, что Um от T слабо сходится к некоторому элементу. Кси от x слабо в L2 от омега. Но вот пока мы больше ничего не можем сказать. Мы не можем сказать, что это будет U от T. Ребята, понятно? Нет, только давайте не x, а просто вот так напишем, раз уж везде не пишем. Кси. Ну а кси — это, соответственно, какая-то функция из L2 от омега. Это следствие третьего. Вот это. Ну, наконец, осталось четвертое. Ну а в четвертом что? Если извлечь единицу на p' вот, извлекая единицу на p', то вот это, это есть не что иное, как норма банахово пространства вот такого. Lp' со значениями в w минус 1p' от омега. Понятно, ребят? Ну, значит, мы получаем четвертый результат, что у нас минус p' лапласиан у m. Ну, нам так удобнее писать с минусом, ребят. Сходится слабо. Некоторые функции чьи от T слабо в Lp' 0t со значениями w минус 1p' от омега. Вот у нас получилось четыре свойства. Вот именно теперь нам нужно воспользоваться. Но для того, чтобы именно воспользоваться, нам придется, ну, придется, значит, рассматривать уже теорию обобщенных функций, b-значных обобщенных функций. Ну, у нас такое было. Ну, она приблизительно повторяет теорию, значит, вещественно-значных, ну, комплексно-значных обобщенных функций. Вот в определенном смысле повторяет. Ну, давайте сейчас займемся. Ну, тогда что, внизу я стираю. Хорошо? И давайте смотреть, что у нас получается. Так. Прежде всего, делаем следующую вещь. Делаем следующую вещь. Продолжаем. Следующие функции. У, М, А, Т. Так? Вот функцию пишу. У, М, А, Т. Функцию, У, А, Т. Дальше, что нам еще? Функция, А, от У, М. Функцию, Ч, продолжаем. Функцию, Ф, продолжаем. Что нам еще нужно продолжить? Все. Вот эти функции все, эти функции от времени, продолжаем. Мы рассматриваем на интервале от нуля до Т все их, да? Давайте продолжим все эти функции нулем. Продолжаем нулем. вне интервала 0, Т. И используем следующее обозначение, ребята. Вот такие вот. У, М, А, Т. с чертой. У от Т с чертой. А от У, М, с чертой. Ч, с чертой, Ф чертой. Вот используем такие обозначения. Теперь вспоминаем, как у нас выглядели наши галеркинские приближения. Напоминаю. У, М штрих на дубль вожитая 2 плюс А от У, М, дубль вожитая равняется Ф, дубль вожитая. Ну, я хочу продолжить. Теперь давайте запишем. С учетом того, что... Да, кстати, и У, М штрих тоже, ребят. У, М штрих тоже продолжаем нулем. Обозначаем, соответственно, У, М штриха от Т нулем продолженное. Так? С учетом нашего определения, то, что мы продолжили, вот это равенство можно переписать вот как. Смотрите. У, М штриха от Т, продолженное вот так вот, дубль вожитая 2 плюс А от У, М, продолженное, дубль вожитая, равняется Ф, продолженное, дубль вожитая. Так. А теперь маленькая вещь. Смотрите, ребят, какая. Все дело в том, что... Помните теорию обобщенной функции? Давайте кое-что я сотру. Так, что где стереть? Ну, наверное, сотру выше вот этого... Выше сотру. Ну, продолжили. Мы все нулем, все продолжили. А теперь напоминаю, помните, у нас была вот такая вот формула, ребят. Пусть у нас функция Ф от Х, вещественная, определенная на вещественной оси, принадлежит следующему классу. Это есть С1 от А до Х0 в пересечении с С1 от Х0 до В. Х0, внутренняя точка интервала от А до В. Все производные в граничных точках... Ну, здесь, видите, вот у нас А и Х0, это граничные точки. Здесь Х0 и В. Все производные понимаются в граничных точках в смысле односторонних пределов. В смысле односторонних пределов. Ну, ясно, ребят, что отсюда не следует, что у нас С1, что функция Ф от Х будет вот так вот, правильно? Односторонние пределы могут существовать, а производные в этой точке существовать не могут. Но, тем не менее, помните вот такую формулу, смотрите, ребят. Если записать определение производной в смысле обобщенных функций вот отсюда, то в смысле обобщенных функций вот это будет равняться, смотрите, я пишу, Ф' от Т плюс скачок в точке Х0 на дельта функцию от Т минус Х0. Понятно, ребят? Помните, такая формула была? Была у нас? А что такое скачок? Это вот что такое. Это есть Ф от Х0 плюс 0 минус Ф от Х0 минус 0. А вот это что такое, ребят? Вот это. Не совсем так. Значит, вот эта функция определяется вот как, смотрите, ребят. Ф' от Т, ну, в определенном смысле вы правы, Денис, ну, вот что это такое. Это есть производная, Ф'. Когда Т не равняется Х0, она существует, разумеется, а в точке Х0 определена произвольным образом. В точке Т равняется Х0. Ну, что угодно может быть в этой точке. Т равняется Х0. Просто мы указываем, что здесь это производная, при Т не равном Х0, это просто производная функция Ф от Т. Понятно? Вот что у нас получилось. Запишите, ребят, сейчас я это сотру. И сейчас у нас снова возникает такая же ситуация. Смотрите, что у нас сейчас получится. Определена произвольным образом. Определена произвольным образом. Ну, что, можно стереть? Стираю. Мы сейчас воспользуемся этим обозначением. Это я сотру. Так, ну, а мы сейчас вот что делаем. Смотрите, ребят, чему, как вы думаете, равняется вот такое вот выражение? Справедливо ли вот такое вот равенство, ребят? Я вот что имею в виду. Что там такое? Смотрите, ребят, справедливо ли вот такое равенство? Я написал его. Здесь у нас функция УМ. Давайте напомню. Значит, смотрите. Мы продолжили нулём функцию М от Т вне интервала от нуля до Т. В каких точках разрывы у нас получились? В точке Т равная нулю. И Т равняется Т большому. Вот это понимается в том же самом смысле, что и там. Имеет место равенство? Ну, в точках Т... Ну, давайте напишу. Давайте сейчас напишем. Давайте напишем, действительно. Смотрите, ребят. Так, я вот это всё стираю. Там место занимает, а нам надо бы двигаться дальше. Так, значит, смотрите, что такое вот это. УМ с чертой штрих от Т. Это есть УМ штрих от Т. Производное. При Т, не равном нулю, при Т, не равном Т, произвольно определена, когда Т равняется нулю, и Т равняется Т большому. Понятно? Так? Так, что такое вот это? УМ от Т штрих. Это есть УМ от Т штрих, когда Т не равняется нулю, Т не равняется Т, определена произвольным образом, когда Т равняется нулю, когда Т равняется Т. Но когда Т не равняется нулю, и Т не равняется Т, наша вот эта штука совпадает вот с этой штукой. Правильно? Там же везде дифференцируемо, за исключением вот этих точек. Поэтому вот это совпадает с этим. Это хорошо. Тогда мы можем вот это вот переписать вот в таком виде. Давайте сейчас напишем. Переписываю. Вот это я сотру и получаю следующее выражение. Смотрите, какое. Вот такое вот. УМ с чертой штрих от Т, дубль ВЖТ2, равняется минус А от УМ с чертой, дубль ВЖТ, плюс Ф с чертой, дубль ВЖТ. Так, у нас перерыв не должен быть сейчас? Через 10 минут, да. Как через 10? Через 7 минут. Через 7. Ладно, продолжаем. Продолжаем, ребят. Вот мы получили вот такое вот равенство. Так? А вот теперь я вот стираю то, что внизу написано, ребят. Стираю это. Так, а вот теперь я хочу вычислить производную в смысле обобщенных функций из Д штрих Р1 со значениями Дубль В минус 1 П штрих от Омега. Хотя нет, прошу прощения, ребят, извините. В смысле Д штрих из Р1 найти выражение для производной, понимаемой, в смысле обобщенных функций от следующего выражения. Вот от этого выражения, ребят. Ну, это у меня просто числовая функция, правильно получилось? Так? А у нас два разрыва. Так? Вот это равняется. Ну, это просто нужно распространять ту формулу, которую я выписывал. Помните? Вот эту формулу. Давайте напишем. У нас для функции ДФ по ДТ, когда имеются разрывы в точке Т равняется 0 и Т равняется Т, производная записывается вот как. Ф штрих от Т. Опять-таки в том смысле, как это я записывал. Плюс скачок. Ф функция Ф от Т в точке Т равняется 0, дельта от Т, плюс скачок Ф от Т в точке Т равняется Т, дельта Т минус Т. Правильно формула? Считаем скачки. Считаем скачки. Ну, смотрите, Ф от Т при Т равном 0, это есть скачок Ф от 0 плюс 0 минус Ф от 0 минус 0. Правильно, ребят? Дальше. Дальше вот как. Ф от Т скачок в Т равен Т большому. Это будет Ф от Т плюс 0 минус Ф от Т минус 0. Правильно? Применяем к нашей ситуации. Применяем к нашей ситуации. Получаем, это равняется вот чему. равняется это УМ штрих от Т W житая 2. Так? Дальше. Плюс скачок УМ при Т равном 0, дельта от Т, плюс скачок УМ с чертой при Т равном Т большому, дельта от Т минус Т большое. Записал. А теперь считаем скачки. Считаем скачки. Это я сотру. УМ при Т равном 0. Это есть УМ 0 плюс 0 минус УМ вот так напишем только, прошу прощения, 0 минус 0. А чему равняется у нас УМ чертой от 0 минус 0? Там же ведь оно 0 равно. Мы продолжим 0 при Т меньше 0. Правильно? Поэтому вот это у нас 0. А вот это чему равняется? УМ в нулю. То есть это просто УМ в нуле. Правильно, ребята? Теперь вот с этим скачком разбираемся. А с бечей? Бечей? А, ну потому что это 0 плюс 0, а там у нас совпадает она с УМ. Вот. УМ чертой при Т равном Т большому это есть УМ чертой Т плюс 0 минус УМ чертой Т минус 0. А чему у нас равняется УМ от Т плюс 0? Там 0. А вот это совпадает у нас с УМ просто. Получаем со знаком минус просто УМ от Т. Понятно. Ну вот теперь переписываем эту формулу с учетом вот этих вот наших выражений. То, что ниже я могу стереть. Так, и получаем следующую формулу. Д по ДТ УМ чертой от Т дубль В житая двойка равняется УМ штрих от Т дубль В житая двойка плюс скачок УМ в нуле на дельта от Т и минус УМ от Т дельта от Т минус Т большого. Вот у нас получилось так. Только вот это минус, а не плюс. То есть не равно, а минус просто. Так, вот это я сотру тогда. А теперь смотрите, ребят. Смотрите, сейчас я сотру. А вот посмотрите вот на это выражение. Здесь-то у нас такое же появилось. Так, правильно? Давайте вот эту вот штуку выразим через остальные слагаемые и подставим вот сюда. Тогда получим следующую формулу. Смотрите. Д по ДТ УМ с чертой дубль В житая два равняется равняется вот чему. А, ну можно туда подставить просто. Да, действительно, что тут, никаких проблем нет. А от УМ с чертой дубль В житая плюс Ф с чертой дубль В житая плюс УМ в нуле дельта АТ минус УМ. Так, одну минуточку, ребят. Только вот здесь вот, прошу прощения, вот это вот заменить-то надо. УМ в нуле на Дубль В житая скалярное произведение. И здесь тоже. УМ АТ на Дубль В житая в два. Замените, пожалуйста, ребят, опечаточка небольшая. Ну вот тут вот я тоже тогда сотру. и продолжаем. Плюс УМ в нуле Дубль В житая два дельта АТ минус УМ АТ Дубль В житая два дельта АТ минус Т большого. Вот что у нас получилось, ребят. Вот такая вот формула у нас получилась. Ну давайте дальше рассуждать. Давайте рассуждать дальше. Дело все в том, что, ребят, небольшими манипуляциями можно воспользоваться теми формулы предельными, которые были получены. Вот эти 1, 2, 3, 4. К чему стремиться? И вот в этом равенстве можно перейти. Сначала, ну как это делается, ребят? Процедура вот какая. Нужно умножить на функцию ФИАТ из ДАТР1 относительно скобок двойственности между пространством основным функции и обобщенных функций. Ну и дальше перейти к пределу. А потом в обратную сторону помните, как мы делали? Воспользоваться, получится там интегральное равенство нулю. Где ФИАТ там участвует? И у нас для любой функции ФИАТ, лежащие в пространстве основных функций. Мы обратно переходим. И вот здесь можно перейти к пределу с учетом тех формул, которые были получены. Давайте я вот тут вот сотру и мы получим следующее выражение, ребят. Получим вот такое выражение. Смотрите, в пределе. Д по ДТ можно записать так. Это будет У чертой АТ дубль выражитая 2 равняется значит там с минусом, да, минус ЧИ от Т так на дубль выражитая плюс Ф с чертой АТ дубль выражитая плюс. А вот здесь мы можем воспользоваться тем, что мы знаем. Вот у нас УМАТ сходится к функции КСИ, помните? А УМ в нуле по определению начальный фунт сходится к У нулевому. И мы получаем У нулевое дубль выражитая 2 дельта АТ так минус У минус КСИ дубль выражитая 2 дельта АТ минус Т. Можно перейти к такому пределу. Причем теперь Ж у нас меняется от единицы до плюс бесконечности. И это выполнено равенство для произвольных дубль выражитых. Опять-таки, небольшими, так скажем, рассуждениями мы можем доказать, что поскольку у нас дубль выражитая это жим меняется от единицы до плюс бесконечности, а дубль выражитая это галеркинский базис в дубль вынули в один п, то отсюда будет вытекать следующее равенство, но в смысле уже обобщенных функций банаховозначных. Сейчас я напишу, что в каком смысле. Получим вот такое уравнение. Смотрите, ребят. Ду с чертой АТ по ДТ, это в смысле обобщенных функций производных, равняется f с чертой АТ минус ч с чертой АТ плюс у нулевое дельта функция АТ минус кси дельта АТ минус Т большое. Вот в таком смысле. В смысле обобщенных функций банаховозначных, дубль в минус один п штрих значных. Ну, теорию я уже даже не помню, в прошлом семестре я вам рассказывал банаховозначные распределения, может быть и рассказывал, не помню. Ну, вот в каком-то таком смысле, в каком-то уже несколько другом смысле обобщенные функции понимаются. Теперь что делаем? Ну, разумеется, вот это равенство будет справедливо и сужаем, значит, вот это равенство на функции из Д0Т. Так-то у нас основные функции к этому пространству это вот что такое, ребят. А теперь я хочу сузить вместо вот это, рассмотреть вот это. Ну, понятно, ребят, будет ли функция вот отсюда, если ее продолжить нулем при Т меньше нуля и при Т больше Т вот из этого класса будет? Конечно, будет. Сужаю, но тогда у меня-то φ в нуле 0, правильно? Ну, вот для функции вот отсюда. И φ в точке Т равняется нулю. И поэтому вот эти вот обобщенные функции, которые имеют носитель, соответственно, при Т равном нулю и при Т равном Т большому, они уйдут. И в смысле обобщенных функций вот отсюда сужение. У меня вот это равенство превратится вот в такое. ДУ по ДТ равняется ФАТ минус ЧАТ. Заметим, что ФАТ и ЧАТ у нас принадлежат классу... Сейчас, одну минутку, ребят. У меня принадлежат классу L, P' 0, T со значениями W минус 1, P' от омега. Вот, принадлежит вот этому классу. Ну, поэтому у меня существует у функции U производная, понимаемая, не в смысле обобщенных функций, а в смысле локально интегрируемой функции. И получается следующее равенство, смотрите, ребят. У штрих АТ равняется ФАТ минус ЧАТ. Отсюда же получаем, что У штрих АТ продолженное нулем вне T равном 0 и T равном T. И вот у нас будет вот такое равенство вытекать отсюда. Вот такое вот равенство будет вытекать. Ну, а здесь опять надо доказать, что это равняется вот чему. Что теперь? Видите, у нас вот тут фигурирует то же самое. Видите, ребят? Вот вместо того же самого подставляем вот это. Вот это подставляем. Получаем. Тогда получаем вот что. Получаем искомое равенство, которое нам и нужно. Д У чертой по ДТ равняется У чертой штрих АТ плюс У нулевое дельта АТ минус Кси дельта АТ минус Т большого. А теперь, ребят, заметим, что для вот функции вот отсюда, обобщенных функций вот отсюда уже, то же справедливое равенство, которое у нас было выписано. Оно имеет следующий вид. Все то же самое, что здесь. Плюс У чертой, скачок, плюс У в нуле, дельта АТ, минус У АТ, дельта АТ минус Т. Ну, формула там справедлива такого же вида. Как вот эта формула. Помните, давайте сравните. ДФ по ДТ в вещественном случае. В вещественном случае вот такая формула. Если Ф дифференцируем всюду, за исключением точки 0 и Т, мы продолжим нулем вне. Ну, вот справедливо аналогичная формула. А теперь сравните, ребята, эти две формулы. Что и сравнение вытекает. Да, совершенно верно, что У от Т равняется кси, так, а У в нуле равняется У нулевое. Понятно? Вот этим мы воспользуемся. Теперь дальше, ребят. Ну, получили мы этот результат. Так, теперь смотрим. Еще раз смотрим галеркинские приближения. Так, что делаем теперь, ребят? Давайте теперь умножим обе части этого равенства на СМЖ, тогда и просуммируем по Ж от единицы до Е. Мы получим вот такое выражение. Так, получили. Интегрируем обе части этого равенства по Т, меняющейся от нуля до Т большого. И вот записываем в таком виде. Ну, а здесь, как вы понимаете, можно переписать вот как. В таком виде. Теперь, мы знаем, что у нас УМ от Т сходится слабо кси, которая равняется У от Т, что мы только что доказали. Правильно? Слабо сходится в Л2 от Омега. Здесь. В Л2 от Омега. А у нас норма обладает свойством слабой полоннепрерывности. То есть, У от Т будет меньше или равняться, чем нижний предел при Н стремяющейся к плюс бесконечности по норме УМ от Т большого в Л2. Ну, просто слабой полоннепрерывности снизу. А тогда, значит, верхний предел вот этого выражения при М стремяющейся к плюс бесконечности это будет на самом деле с минусом, ну, будет сверху оцениваться вот как. Как минус норма У от Т в Л2. Вот так вот будет оцениваться. Ну, раз здесь нижний предел, там будет верхний предел. Вот. Переходим к пределу, к верхнему, в обеих частях вот этого равенства. В обеих частях вот этого равенства переходим к пределу. Получаем вот что. Я сотру. Получаем вот что. Верхний предел. Интеграл от 0 до Т большого А от УМ УМ ДТ будет меньше ли равняться, чем интеграл от 0 до Т большого Ф, У, ДТ. Ну, здесь мы воспользовались первой априорной оценкой, вернее, второй. Второй, что у нас УМ сходится к У слабо в ЛП' 0, Т со значениями дубль, только не так, а вот так, 1П от Омега. Вот воспользовались слабой сохранимостью, здесь получили такой предел. Значит, вот это сходится у нас к У нулевое. Или 2 в квадрате. А это будет минус 1,2 норма У АТ в квадрате. Получили. Так, ребят? Получили. Теперь следующее соображение. Вот это я сотру. Так, а теперь дальше. Дальше рассмотрим вот это уравнение. У штрих равняется Чи, то есть равняется Ф минус Чи. Так, правильно? Ну, это мы, помните, после сужения мы получили вот такое равенство, понимаемое в смысле ЛП' 0, Т, Дубль В минус 1П' от Омега. Ну, а теперь давайте умножим обе части относительно скобок двойственности на ту же самую функцию У. Получим вот такое равенство. Проинтегрируем по времени от нуля до Т большого. Тогда отсюда получается вот что. Интеграл от нуля до Т большого Чи У ДТ равняется интеграл от нуля до Т Ф У ДТ. Здесь можно доказать формулу, что это будет равняться 1,2 норма У нулевое Л2 в квадрате минус 1,2 норма У АТ Л2 в квадрате. Смотрите, сравните вот эту часть и вот эту правую часть. Она одна и та же, видите? Значит, это получается интеграл от нуля до Т Чи У ДТ. Но вот этого результата нам и не хватало. Получили. Но осталось делать за малым. Я тогда стираю вот это, то, что ниже. Можно стереть то, что ниже? Стираем. Так, ну и получаем. Вот давайте рассмотрим следующий интеграл. Интеграл от нуля до Т. А от УМ минус А от В. УМ минус В ДТ. В силу монотонности оператора минус П Ла Плассиан вот это выражение всегда больше или равно нуля. Ну, разбиваем его на части. Интеграл от нуля до Т А от УМ УМ ДТ. Так, дальше пишем минус интеграл от нуля до Т А от УМ В ДТ. И пишем минус интеграл от нуля до Т А от В УМ минус В ДТ. И это больше или равно нуля. Переходим к верхнему пределу, прием стремящихся к плюс бесконечности. И пользуемся вот этой вот формулой. Тогда вот это сходится вот к чему. Вот это в силу четвёртого свойства сходимости сходится к Чи слабо. Получаем Чи. Здесь в силу слабой сходимости к У ВЛП 0Т со значения В0 и 1П получаем вот что. А теперь собираем все эти слагаемые и получаем вот что. Наверху получим. Можно стереть то, что выше? Стираю. И получаем вот что. Смотрите, ребят. Интеграл от нуля до Т, Чи от Т минус А от В, У минус В ДТ. И вот это равенство должно быть выполнено для всех В, принадлежащих ЛП 0Т со значениями W 0 и 1П от Омега. Ну а теперь берём в качестве В от Т следующую функцию. У от Т минус λ В от Т. λ больше 0. И подставляем в наше выражение. Считаем вот что. Интеграл от нуля до Т. Чи от Т минус А от У минус λ В. А там получится λ В ДТ больше или равняется 0. Но λ больше нуля его можно вынести, на него сократить. Оператор Пэлла Плассиана является радиально непрерывным. Поэтому при λ, стремящемся к нулю, вот эта штука стремится вот к чему. Ну а дальше те же самые рассуждения, что были на прошлой лекции. Вот это равенство должно быть выполнено для любой W. Так? Из ЛП 0Т со значениями W 0 и 1П от Омега. Ну предположим, что у нас Чи от Т не равняется А от У. Так да? Ну значит найдется такое W, что будет выполнено строго неравенство. Напишем W1, строго больше нуля. Так? А с другой стороны, для минус W1 всё равно должно оставаться это неравенство. А с другой стороны, это будет меньше или равняется нуля? Противоречие. Значит, Чи от Т равняется А от О. Теперь ещё раз смотрим на нашу слабую формулировку решения задачи. Наши галюркинские приближения можно записать в следующем виде. Для любого W от Т, ну вернее, ребят, извините, торопиться не будем. Давайте всё грамотно сделаем. Что я сделал? Я галюркинские приближения умножил на функцию φ от Т, основную функцию из D 0Т, и проинтегрировал по времени. Получил вот такое выражение. Что я делаю теперь? Перехожу к пределу приема стремящихся к плюс бесконечности. Тогда получим вот что. УМ' сходится к У'. Вот это сходится к Че от Т, который, как мы доказали, равняется А от У. То есть минус Плоплассиан У. Это F. Здесь W житая остается. ДТ равняется нулю. Поскольку W житая — это базис, значит, Ж можно убрать. Это, значит, выполнено для любых W, принадлежащих W1P от Омега. Ну а теперь осталось доказать, что вот такого рода функции линейной комбинации, значит, с коэффициентами гладкими WKT от Х, они же плотны в W0, они будут плотны в LP0T со значениями W01P от Омега. Ну и тогда вот эту штуку можно заменить вот на что. Вот на что. В от Т. Для любого В от Т, принадлежащих LP0T со значениями W01P от Омега. Но это и есть слабое решение нашей задачи. Это и есть слабое решение нашей задачи. То есть мы действительно доказали существование слабого решения. При этом мы, еще раз повторяю, отказались от того, что у нас у нулевой из W01P, с чем связана была необходимость рассмотрения обобщенных функций. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok